Освоение космоса изначально было побочным эффектом оборонных программ. Например, та ракета, которая, начиная с 12 апреля 1961 года, регулярно и безотказно выводит в космос корабли с людьми, это очень небольшая доработка первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, предназначенной для того, чтобы у жителей нового света не было надежды безнаказанно уничтожить старый свет. Соответственно, и новые витки освоения космического пространства чаще всего оказывались так или иначе связаны с вопросами обороны. Например, ракета «Протон», выводящая в космос тяжелые грузы, появилась благодаря тому, что для военных нужд понадобились ракеты, допускающие длительное хранение в заправленном состоянии, и для них разработали новые типы топлива. Долгосрочные обитаемые станции использовали очень многие наработки по жизнеобеспечению подводных лодок и так далее. Я думаю, что новые витки освоения космоса тоже так или иначе связаны с какими-то оборонными программами, с какими узнаем потом. Но главное, что совершенно независимо от этого, каждый этап освоения космоса давал и колоссальный эффект для Земли. Одно уточнение прогнозов погоды уже окупило все расходы по освоению космоса и уже сделанные и на много десятилетий вперед. И думаю, что прорыв в залунный, так сказать, космос тоже обернется какими-то выгодами для Земли, а какими – посмотрим. В любом случае, если не стремиться вперед, если не искать пути для прорывов, то рано или поздно мы и на Земле угодим в какой-нибудь очередной застой. Субтитры создавал DimaTorzok